Отсутствие в Кыргызстане иных возможностей привлечения финансов для малого и среднего бизнеса кроме кредитов объясняет неготовностью как самого бизнеса, так и отсутствием опыта у инвестиционных институтов. Непонимание культуры инвестирования приводит к тому, что не развита и культура партнерства. Это, между прочим, тоже важный этап развития вашего бизнеса. В этом выпуске Кэпитал, с чего начать формировать в стране инвестиционный рынок и как выбирать партнера. В Кыргызстане инвестиционный рынок не развит, а если точнее его просто нет. Поэтому в бизнес-среде страны не развита ни культура партнерства, ни инвестиционные инструменты. Малый и средний бизнес за финансированием на развитие традиционно обращается в коммерческие банки. Но комбанки, которые ведут бизнесу кредиты, прежде всего заинтересованы лишь в возвратности займов. Инвестиции – это не только капитал, это еще и знания, новые технологии, новые методы управления бизнесом. Поэтому кыргызстанский бизнес, особенно малый и средний, доля которого, согласно официальным данным, более 40% ВВП страны нуждаются в инвестициях. Моя коллега Назгульку-Нурбаева побеседовала со специалистами о том, как формируется инвестиционный рынок и какие предпосылки необходимы для его создания. В одном из последних отчетов Всемирного экономического форума, как одно из препятствий введения бизнеса в нашей стране, назван доступ к финансовым ресурсам. Мы все знаем, что в Кыргызстане единственный инструмент финансирования на развитие бизнеса – это кредиты. Даже ваш фонд, называясь «Фондом развития», выдает кредиты. Что мешает вам внедрять другие финансовые инструменты? Во-первых, нет опыта. Во-вторых, можно сказать, сам бизнес, сами предприниматели психологически совсем не готовы к другим инструментам. Естественно, не хватает финансовой грамотности. Чтобы привлекать инвестиции в свое дело, предприниматель должен быть готов впустить в свое дело чужого человека, признать его полноценным совладельцем предприятия. Естественно, предприниматель должен быть готов по окончанию определенного срока выкупить долю инвестора или продать ее третьим лицам. Помимо этого, есть проблемы в законодательстве. У нас, конечно, есть закон об инвестициях, но он очень обобщенный. И по части налогообложения надо доработать. Вообще, законодательно не закреплена ответственность управляющих компаний. Если вдруг инвестиции будут использованы не по назначению, какая будет ответственность? Все эти моменты не отражены в законодательстве. Да, конечно, всем прекрасно известны эти проблемы, но мы же не можем говорить, что вот есть проблемы, и мы ничего не должны делать для того, чтобы инвестиционный рынок был сформирован. Какие попытки развивать этот рынок предпринимает бизнес? Какой инвестиционный фонд нужен в Кыргызстане? Фонд прямых инвестиций. По последним данным, АЕФСИ, минимальная сумма инвестиций, в которых нуждаются малые и средние предприятия Кыргызстана, составляет 200 миллионов долларов. Это те средства, в которых нуждается малый и средний бизнес. Но, по нашему мнению, и это мнение разделяет другие бизнес-ассоциации, необходима сумма гораздо больше. Но у нас законы не готовы. Инвестиции – это не только инвестирование в капитал. Могут быть гибридные инструменты, мезаминные инвестиции, например. По сути, инвестиционная компания дает кредит малым и средним предприятиям, но в качестве залога идут активы компании. Допустим, зайдет к нам на рынок компания, которая планирует работать с такими инструментами. Выдаст один кредит – Нацпанк ничего не скажет. Но если компания выдаст второй кредит, то Нацпанк потребует приобрести лицензию микрокредитной организации. Но и у самой инвестиционной компании, которая объявила себя таковой и планирует заниматься инвестированием, есть свои ограничения. Я думаю, что у нас просто не задумываясь переняли российский опыт. Есть ограничения в инвестировании. Также существует требование, чтобы мы значительную часть средств держали наличными. Кроме того, инвестфонды могут инвестировать только в акции и облигации. Но, как мы знаем, у нас малые и средние предприятия работают либо как ОСО, либо вовсе по патенту. Ну хорошо, с патента можно перейти на ОСО, но в законе нет конкретного ответа, как инвестировать в ОСО. Насколько я знаю, ваш фонд давно пытается работать в этом направлении, но у вас пока ни одного кейса. Вы даже как-то говорили, что есть пара компаний, с которыми вы уже начали работать в этом направлении. Какие сложности возникают, кроме тех, что вы уже назвали, по части законодательства и неготовности бизнеса? Речь о том, готов ли сам фонд идти в этом направлении? Мы все прекрасно понимаем, что надо работать в этом направлении. И рано или поздно инвестиционный фонд должен появиться. Но как фонд развития, как институт развития, мы понимаем, что на нас определенная ответственность лежит, и мы должны делать первые попытки. Как уже ранее говорили, в уставе у нас указано, что фонд может инвестировать в капитал, но наши внутренние документы не готовы. Когда фонд начал свою работу, в 2015 году был принят один документ, он называется «Инвестиционная политика», но из-за того, что нет опыта, этот документ «Инвестиционная политика» не отличается от другого документа «Кредитная политика». Как я уже сказал, сейчас мы работаем с двумя компаниями как раз по части инвестирования в капитал. И по нашим планам, если мы начнем работать с этими компаниями, то начнем и дорабатывать наши документы. Потому что если мы начнем расписывать заранее сейчас, не знаем, как это будет действовать на практике. Может, это будет противоречить или мешать нам работать. Сейчас работа идет, и можно сказать, что мы приближаемся к какому-то логическому завершению. Насколько в этом вопросе уместно говорить о некой политической воле? Я имею в виду, вам мешают лишь недоработанные документы или все же нужна воля? То есть не хватает воли, чтобы это дело начать? Безусловно, воля нужна. Без этого невозможно реализовать. Если сравнить то же инвестирование в капитал с кредитованием, то в инвестировании очень много рисков. Поэтому надо очень шательно подходить, все проанализировать, как это будет работать, и лишь потом внедрять. В нашей последней беседе вы упомянули, что у самого фонда нет инвестиционных специалистов, которые могли бы внедрить этот инструмент. Иными словами, не хватает компетенции. В решении этого вопроса, с кем вы сотрудничаете, может, с институтами? В нашем фонде, да и вообще в целом в Кыргызстане нет опытных специалистов по инвестиционным инструментам. Даже если и есть, то их совсем мало. Поэтому мы и хотим внедрить этот инструмент в партнерстве с институтами, которые имеют достаточно опыта и компетенций. Мы рассматриваем два варианта. Первый с IFC и второй с ICD, Исламской корпорации развития. Иркин в начале разговора говорил, что и сам бизнес не готов. Вы напрямую работаете с бизнесом. Что вы можете сказать? Насколько меняется сознание бизнесменов, их представление об инвестициях? Начинает ли бизнес понимать, что такое инвестиции? Мы усиленно работаем в этом направлении. Вы знаете, что третий год мы проводим Бишкекский инвестиционный форум. Если сравнивать с уровнем первого года, то сейчас мы видим значительную разницу. В первый год многие, кто к нам обращался, воспринимали инвестора как человека, который дает деньги и забывает о них. Вспомнит, ну и ладно, а не вспомнит, тем лучше. Или приходили, говорили, у меня есть земельный участок, и мне нужно 50-100 миллионов долларов инвестиций, чтобы запустить какое-нибудь дело на этом участке. Но с каждым годом сознание предпринимателей меняется. Появляются несколько сильных компаний, сильных в плане того, что они понимают, что, беря кредит, дальше развиваться сложно. И они понимают, что вывести компанию с одного уровня на другой необходимы именно инвестиции. Естественно, когда инвестор вкладывает свой капитал, то может предъявлять достаточно много жестких требований. Правила игры будут меняться. То есть привлечение инвестиций касается не только денег, но и смены правил игры. В первую очередь, внедрение корпоративного управления. То есть предприниматель перестает быть единоличным хозяином. Во-вторых, говоря об институциональных инвесторах, это инвестиционные фонды, а не физлица. Надо помнить, прежде чем зайти, они думают, как будут выходить. И это серьезная проблема для нашей компании. Потому что у нас нет фондового рынка. Получается, сейчас есть только один путь. Если предприниматель хочет привлечь инвестиции в свое дело, это надо рассматривать как беззалоговое аккредитование на долгий срок. То есть залогом будут служить активы компании, и надо быть готовым к тому, чтобы работать вместе с инвестором, то есть управляющей компанией. Надо понимать, что инвестор должен в течение 5-6 лет заработать свою прибыль и выйти из компании. Потому что это не собственные деньги управляющей компании. Управляющая компания привлекает их из крупных фондов и инвестирует в бизнес. Управляющая компания должна вернуть деньги фондам. Конечно, мы не можем сказать, что все наши предприниматели понимают все эти нюансы. Многие пока этого не понимают. Но есть некоторые компании, которые все это понимают, и их представители уже сами выезжают за пределы страны, ведут переговоры с институциональными инвесторами, практически привлекают инвестиции. Насколько я знаю, в Кыргызстане есть инвестиционные компании, которые привлекают инвестиции в образование сферы услуг. Насколько попытки этих компаний способствуют формированию инвестиционного рынка Кыргызстана? Это большая ответственность. Да, есть у нас такие компании, и Эркин их хорошо знает. В любом случае, это большая ответственность, будь то российско-кыргызский фонд развития или частная инвестиционная компания, либо совместные фонды, которые будут созданы совместно с IFC или ICD. Потому что если эти компании будут неправильно работать и будет неудачный кейс, есть большой риск, что все прикроется. В инвестировании в капитал все иначе. Этот процесс сильно отличается от кредитования. Если при кредитовании банк выдал заем и взял залог, и для него главное, чтобы вы вовремя расплатились, то инвестиционная компания должна работать вместе с предпринимателем. Даже если это сельхозпроизводитель, то надо будет надевать кирзовые сапоги и выезжать в них на поле. Потому что если не поставишь компанию на ноги, то ничего и не заработаешь. Эту работу должны начать институты, которые хорошо понимают и имеют достаточно опыта. И надо начать с мелких шагов. Потому что на них будут смотреть многие институциональные инвесторы, такие как IFC и EBRD. И если будут допущены ошибки, то эти институты примут решение приостановить эту работу еще на 5-7 лет, так как страна еще не готова к прямым инвестициям. Получается, здесь очень важен подготовительный процесс. Но инвестиции – это же не просто деньги, это технологии, это принцип управления. Учитывая все это, может ли фонд взять на себя какой-то мандат и вырастить хорошую компанию, чтобы создать положительный кейс? Как бы мы ни говорили, что нет опыта и рынок не готов, но на горизонте появляются, как говорил Умбриэль, перспективные проекты. Но самые первые проекты необходимо тщательно отбирать и еще тщательно готовить. Когда этот проект реализуется, мы должны его тиражировать, чтобы показать инвесторам, как истории успеха. В этом направлении фонд будет работать только с международными институтами или будет привлекать и местные инвестиционные компании? В первую очередь мы будем работать с местными компаниями и будем стараться привлекать как партнеров международные фонды, но хочу отметить положительный момент. В Кыргызстане очень много международных доноров, которые активно работают и можно к ним обратиться за технической помощью в виде гранта. Это для того, чтобы подготовить бизнес-сообщество? И для этого, и для того, чтобы внедрить механизмы управления, потому что, когда мы заходим в проекты, помимо инвестиций и управления, нужны и технологии. И это особенно касается стартапов, потому что там очень важны технологии. И здесь можно попросить помощи доноров. Сегодня у нас есть компании, готовые привлекать институциональных инвесторов, которые могут освоить такие инвестиции? Сейчас мы работаем с тремя компаниями. Они, конечно, не стартапы. В течение долгого времени там компании взращивали, и вот сейчас они хотят выйти на новый уровень. Их потребительский рынок не только Кыргызстан. И это очень важно. Институциональных инвесторов не интересует наш внутренний рынок. Помимо местного надо брать рынки ЕАЭС Европы, Ближнего Востока. Среди наших проектов один в текстильной сфере швейной индустрии. Их продукция хорошо идет в Казахстан, Россию. Есть хороший потенциал выхода на рынок Европы. Также есть компания по переработке и по передаче интернет-данных. В этом секторе у нас есть интересные компании, например, которые передают трафик в Китай и Афганистан. Можно я добавлю, если наш фонд, который мы сейчас планируем с IFC или ICD, заработает, то бизнес должен понимать, что эти средства выдаются на очень льготных условиях. И поэтому финансировать в первую очередь будут те секторы, которые очень важны для экономики страны. Это во-первых. Во-вторых, как сказал Умбриэль, не надо рассматривать деньги инвестора как легкие деньги. Если кто-то придет к нам за инвестициями, то мы спросим, сколько он сам готов вкладывать. Предприниматели не должны думать, что у меня есть классная идея и за счет фонда я могу ее реализовать. Если говорить о том, в чем заключается важность для бизнеса при формировании инвестиционного рынка, помимо того, что это даст доступ к финансам, может ли это повлиять на развитие других секторов, того же финансового рынка? Если это будет развиваться в верном направлении, то это могут быть не только зарубежные инвестиции. У наших граждан тоже есть накопление. Сейчас, когда у человека появляются деньги, что он делает? Он либо несет их в банк на депозит, либо покупает квартиру и сдает ее. Все, больше ничего нет. Понятно, что смена привычек инвестирования произойдет не сразу. На это может потребоваться 7-8 лет. Но если инвестиционный рынок будет у нас развиваться, то и наши граждане, у которых есть деньги, смогут вкладывать в акции, компании и инвестировать. И это будет очень выгодное вложение. Действительно, сколько было попыток в Кыргызстане. Люди, у которых есть деньги, те же мигранты, не знают, как можно приумножить свои сбережения. Получается, у нас в экономике деньги практически не оборачиваются. Я здесь полностью согласен, и поэтому мы третий год подряд проводим Бишкекский инвестиционный форум. В первый год, когда мы начинали, к нам пришли 230 предпринимателей. По итогам форума в 2015 году были закрыты сделки на полмиллиона долларов. И это был как раз внутренний потенциал. Наши граждане просто вытащили из-под матрасов деньги и инвестировали их в перспективные компании. Мы этому очень обрадовались, и вот уже в прошлом году на форум пришли 750 предпринимателей. По итогам форума 2016 года были закрыты сделки на сумму более 3 миллионов долларов. Некоторые нашли кредиты на льготных условиях, некоторые лизинг, кто-то нашел стратегических партнеров для развития своего дела. Поэтому мы не должны забывать о внутреннем потенциале. Денег у нас много. Только люди, у которых есть деньги, не знают, куда их вкладывать, но, с другой стороны, и бизнес не умеет достаточно привлекательно презентовать свои проекты. Это, конечно, произойдет не сегодня и не завтра, но я уверен, что в скором времени деньги, которые сейчас лежат под матрасами кривистанцев, начнут работать во благо экономики. В начале этой недели завершился прием заявок от предпринимателей на участие в Бишкекском инвестиционном форуме. Главное бизнес-событие года пройдет 6 декабря. Билеты на БИФ-2017 уже в продаже. Ваша идея. Ваша цель. Ваши действия. В преддверии БИФ-2017 бизнес-ассоциация GIA подготовила специальные обучающие материалы об инвестициях. Сегодня расскажем, где искать инвестора. Одна из таких площадок в стране – Бишкекский инвестиционный форум. Но какие помимо БИФ есть возможности? Где искать инвестора? Воспользуйтесь возможностями различных бизнес-площадок. Их в Кыргызстане не так уж много, но они все же есть. В первую очередь нужно участвовать на Бишкекском инвестиционном форуме. Для предпринимателей очень хороший шанс привлечь внимание потенциальных инвесторов. Еще одна хорошая возможность – членство в бизнес-ассоциациях, которые активно работают. Во-первых, это бизнес-среда, где предприниматель может наладить контакты с местными партнерами. Во-вторых, заинтересованные в Кыргызстане зарубежные инвесторы первым делом идут к активным бизнес-ассоциациям, таким как Международный деловой совет, бизнес-ассоциация GIA, Торгово-промышленная палата. Но с малым и средним бизнесом активнее всех работает GIA. Предприниматель сможет познакомиться с другими членами. То есть это очень хорошая площадка для обмена информацией и повышения своего потенциала. И самое главное – помните, большинство инвесторов находятся за пределами страны. Следите за бизнес-событиями. Ищите подходящие инвестиционные площадки за рубежом. Постарайтесь принимать участие в официальных визитах главы государства, премьер-министра в разные страны в составе бизнес-делегаций. Если вы не уверены в собственных силах, то лучше доверить работу с инвесторами профессионалам. В Кыргызстане есть инвестиционные компании, которые занимаются привлечением капитала в малый и средний бизнес. Только обратите особое внимание на то, сколько сделок заключила компания. Многие предприниматели не желают вмешательства чужих в свой бизнес, но партнерство – это тоже важный этап развития. Что такое партнерство и на каких принципах оно работает, рассказал бизнесмен Джо Дарси Дзилканов. Субтитры создавал DimaTorzok Партнер – это не только тот, с кем ты делишь прибыль. Он будет вам партнером по всем заботам, и если у вас будет потери, то и он их будет нести. Это главное отличие партнерства. Не надо рассматривать партнерство лишь с точки зрения денег. Партнер может принести новый опыт, может открыть новые рынки. Возможно, партнер принесет вам возможность идти в другие секторы. Поэтому, когда вы соглашаетесь на партнерство и будете думать лишь о деньгах, это не приведет к долгосрочному и прочному партнерству. Чтобы правильно выстраивать отношения с партнером, у вас все должно быть четко, ясно и открыто. И самое главное при привлечении инвестиций, если вы поработаете с одним партнером добросовестно и хорошо, то можете завоевать доверие институциональных инвесторов и сможете привлечь больше инвестиций в свое дело. Когда ищете партнера, обращайте внимание на ценности, потому что завтра могут возникнуть какие-то незначительные моменты, может быть, связанные с работой, и если ваши ценности не подходят, у вас могут возникнуть конфликты даже не из-за работы. В итоге это повлияет на работу. На практике так часто происходит. Я думаю, что зона ответственности партнеров не должна повторяться. Партнеры должны заниматься не одним и тем же. Они должны дополнять друг друга, а не повторять. Если вы будете выполнять одни и те же функции, то тогда могут возникнуть конфликтные ситуации. Это сделал, то не сделал. Поэтому партнеры должны инвестировать не только свои средства, но и время, в первую очередь, и, конечно, свой опыт. И вот тогда это будет очень хорошая синергия. То есть, когда один плюс один – это не два, а, скажем, три-четыре или даже, может быть, пять. И это будет основой вашего долгосрочного и прочного партнерства. Синергия. Национальный банк Кыргызстана выпустил памятную банкноту номиналом 2000 сомов. С прошлой недели купюра имеет статус официального платежного средства. Об особенностях памятной банкноты, о ее дизайне и защитных элементах сегодня в совместной рубрике Национального банка и капитал «Финсабат». Национальный банк Кыргызстана уже провел несколько успешных эмиссий памятных монет. 17 ноября 2017 года выпущена первая памятная банкнота номиналом 2000 сомов. Впервые банкнота национальной валюты вертикальная. Это, пожалуй, одно из главных отличий 2000-й купюры от остальных банкнот. По словам председателя Национального банка Куаначбека Кулматова, выпуск банкноты приурочен историческим событиям. Данная купюра, она достаточно долго шел в вопрос согласования дизайна. Это новый тип, это вертикальная банкнота. Она была подготовлена к двум таким большим событиям, которые в Кыргызстане мы празднули и будем праздновать. Это 20-летие независимости Крыжской Республики и 25 лет ввода национальной валюты на территорию Крыжской Республики. Новая памятная банкнота представляет собой прежде всего лумизматическую ценность, но ее можно использовать и как обычное платежное средство. Банкнота номиналом 2000 сомов имеет статус официального платежного средства на всей территории страны и подлежит обязательному приему в качестве платежного средства. Но эту купюру платежные терминалы принимать не будут. Это первая памятная банкнота, соответственно, она выпускается без допечатки. И чем обосновывалась именно номинал 2000? С тем, чтобы как раз-таки ее не путали с обычной циркуляционной банкнотой, что она выпускается единожды. На лицевой стороне банкнота основной сюжет – изображение памятника герою Манасу Батуру. Изображен символ Ума-Ине как олицетворение древнейшего божества, являющегося прародительницей всех тюркских народов. Изображение традиционного жилища кочевых народов – юрты – является символом достатка и благополучия. На обратной стороне банкноты основным сюжетом является дерево, как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хантынгри, парящей беркут на фоне озера Исикуль, символизирует открытость и свободу кыргызского народа. Во-первых, я хочу сказать, что выпуск памяти в банкноты практикуется в цене центральными банками и выпускается в целях пропаганды истории культуры государства и поддержания имиджа государства на международном уровне. И выпускается в целях пропаганды истории культуры государства и поддержания имиджа государства на международном уровне. Дизайн памятной банкноты, которую мы сейчас презентуем сегодня, отражает историю становления кыргызской государственности от древних времен до наших дней. Памятная банкнота имеет защитные элементы денежных купюр последнего поколения. На ней есть специальные метки для слабовидящих людей. В Национальном банке подчеркнули, выпуск банкнот к памятным датам Кыргызстана в дальнейшем станет традицией. На сегодня все. Менее чем через неделю смотрите новый выпуск «Кэпитал» на кыргызском языке. Мой коллега Рахматулак Удайбердиев расскажет, что нового в мире бизнеса, рынков и финансов. Следите за событиями экономики вместе с «Кэпитал». Всего вам доброго!